Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Я-Новости в студии Анастасия Сотникова. Главные темы к этому часу. Захватчики в Ярославском дельфинарии. Сегодня неизвестные люди в масках ворвались на территорию комплекса. Внимание! СМС мошенничества. Подозрительные сообщения с просьбой пополнить счет получают все больше ярославцев. Покровительницы земли Ярославской. Сегодня православные отмечают праздник Толкской иконы Божьей Матери. Рейдерский захват Ярославского дельфинария. Сегодня ранним утром неизвестные люди в масках ворвались на территорию дельфинария в Дубках, нейтрализовали охрану и подогнали специальные машины для перевозки животных. Четырех дельфинов поместили в тесные чаши для транспортировки и планировали вывезти их в неизвестном направлении. Группа захватчиков отняла у сотрудников комплекса мобильные телефоны, закрыла в одном из помещений дельфинария, где те находились около двух часов. Кому-то все же удалось совершить звонок в полицию. Сотрудники правоохранительных органов не допустили вывоза животных до окончательного выяснения обстоятельств дела. Это утрешские дельфинарии, бывшие утрешские дельфинарии, потому что они объявлены банкротами. Таким образом решили с нами, у нас идут с ними судебные разбирательства, они решили, что можно поступить таким образом, приехать и забрать животных. Зачем ждать суда, зачем ждать решения суда. ДТП со смертельным исходом на Ярославском участке трассы М-8 происходит в 8 раз чаще, чем в Подмосковье. Сегодня вопросы безопасности главной артерии региона обсудили в правительстве области. По данным ГИБДД, с начала года на трассе Москва-Холмогоры произошло более 150 аварий, в которых погибли 57 человек и еще 200 получили ранения. По мнению правительства, печальную статистику помогут исправить новые светофоры, фонари и разделительные ограждения на особо опасных участках. Стоит отметить, тема безопасности федеральной дороги станет одной из ключевых на встрече губернатора и министра транспорта, которая пройдет в конце недели. Все. Меня интересует только одна простая вещь. Что мы можем еще сделать для того, чтобы показатели Ярославской области по смертности были, как в московской. Вот все. Восемь раз иметь разницу, ну как хотите, 40, 70% всех смертельных на Ярославском, ну тоже перебор. Осторожное СМС-мошенничество. В последнее время участились случаи отправления на мобильные телефоны подозрительных сообщений с просьбой пополнить счет. Как защитить себя от воров узнала Александра Топкова. Чтобы стать жертвой мошенника, достаточно быть владельцем сотового телефона. Чаще всего по незнанию на уловки попадаются добропорядочные пенсионеры. Например, Лидия Федотова получила СМС-уведомление о поступлении средств на счет. Через некоторое время ее оповестили, что перевели деньги ошибочно и попросили вернуть их обратно с помощью мобильного перевода. Я в недоумении пошла, положила эти 300 рублей. Потом только доходит до меня, что это мошенничество, чистой воды. Куда обращаться, к кому? Представители сотовых компаний уверяют граждан, что подобными рассылками они не занимаются. Если все-таки вы взяли и положили эти деньги на чужой номер, вам срочно нужно обратиться в офис продаж вашего оператора, чтобы вам эти деньги успели вернуть. Потому что, как правило, вот такие номера и такие мошенники, они действуют недолго. За один-два дня они собирают определенную сумму, дальше они ее обналичивают путем закрытия договора. Проверьте баланс вашего счета и убедитесь, что он был пополнен на указанную незнакомым человеком сумму. Гражданам, конечно, нужно быть очень бдительными и внимательными. И самый лучший способ – это не идти на поводу у мошенников, которые направляют вам такие смс-сообщения. Если же человек действительно ошибся с переводом, то он всегда может получить средства обратно по заявлению оператору связи. Поэтому возвращать их не ваша забота. Александра Топкова, Сергей Мазилов. Я. Новости. Сегодня православные христиане отмечают праздник Толкской иконы Божьей Матери. Святая почитается как покровительница Ярославской земли. В честь значимого события все верующие собрались на крестный ход. Подробности в сюжете Алины Комаровой. Толкский монастырь в этом году отмечает 699 лет со дня основания. По традиции икона Божьей Матери должна располагаться в главном православном храме города. И поэтому праздник начался с литургии в Успенском соборе. На службу собралось большое количество верующих. Икона Толкской Божьей Матери, чтимая в Ярославле. Это праздник Ярославля. Один из главных. Вот сейчас этот крестный ход дойдет до переправы. Колонна крестного хода с чудотворным списком иконы прошла мимо церкви Ильи Пророка, храма Проскева Пятницы и дальше по Тутаевскому шоссе. Последней остановкой будет Иваньковская церковь. Для продолжения молебна крестный ход пройдет до соборной площади на Толге. На другой берег Волги верующие будут добираться паромом. В честь Дня иконы Божьей Матери около монастыря откроют знаменитый кедровник. Завтра там еще такое событие будет. Раз в год открывается кедровая роща. И все туда ходят и прикладываются к этим кедрам. Они такие святые, значит так здорово. Всю ночь в Толгском монастыре будет проходить литургия. А завтра утром праздничный молебен проведет митрополит ростовский и ярославский Пантелеймон. Алина Комарова, Дина Слосев, ЯНОВСТИ. В Чехии с 29 августа по 1 сентября состоится первый этап еврохоккей-тура. В состав сборной Швеции вызваны два хоккеиста ярославского локомотива – Стефан Кронвелл и Давид Ульстрем. В прошлом сезоне трек «Рунур» заняли первое место на чешских играх. Дебютную встречу шведы проведут со сборной России. В составе россиян присутствуют четверо железнодорожников – защитники Михаил Пашнин и Егор Яковлев, а также нападающие Егор Аверин и Сергей Плотников. Игра между командами состоится в вынесенном матче на ледовой площадке в Санкт-Петербурге 29 августа. В минувшую субботу в Ярославле прошел турнир по пляжному регби, посвященный памяти адмирала Ушакова. Из заявленных шести команд участия в турнире приняли только пять. Это были регбийные клубы Москвы, Костромы, Череповца и Ярославля. Каждая из команд отчаянно боролась за победу. Подробнее в сюжете Ксении Рулевой. Первый ярославский турнир по пляжному регби прошел в минувшие выходные на городском пляже реки Которсен. Болельщиков ярославской команды «Флагман» собралось столько, что казалось, будто они вытеснили с пляжа фанатов остальных клубов. Я за «Флагман», только за «Флагман». Многие из пришедших, как оказалось, даже не знали правил игры, просто пришли насладиться красочным зрелищем. Но на самом деле правила пляжного регби совсем не сложные. Здесь же все просто. Есть силовой контакт, есть захват, но при этом игрок должен освободиться от мяча за две секунды. Если не освобождается, мяч переходит к игроку другой команды. Это сохраняет динамику и очень все понятно для зрителей и для болельщиков. Первыми на песочное поле вышли фавориты игры – ярославская команда «Флагман» и московская команда «Гранит». Игроки вдохновили себя собственными кричалками и ринулись в бой. Несмотря на старания болельщиков, ярославский «Флагман» оказался только вторым. Победителями стали рэкбисты московской команды «Гранит». Дальше по убыванию – клуб «Система» из Москвы, «Спарта» из Костромы и «Пираты» из Череповца. Ярославцы признались, что не ожидали такого исхода игры. Знаю, что можем лучше, но со временем это все будет. «Флагман» – очень сильная команда, и мы очень довольны, что мы выиграли. Ксения Рулева, Денис Сахаров. Я. Новости. Звоните по телефону 77 20 40 в редакцию программы «Я. Новости». В студии была Анастасия Сотникова. Впереди прогноз погоды. Всего доброго. До встречи. Здравствуйте. В эфире прогноз погоды с Сергеем Грибушковым. О погоде в Центральной России. В Москве и Костроме солнечно до плюс 25. Во Владимире, Иваново и Вологде малооблачно и до плюс 23. В Твери 19-21. Пасмурно, возможно, дожди. Теперь о погоде в Ярославской области. В Рыбинске по-летнему тепло и солнечно. Там до плюс 25. Скорость ветра до 6 метров в секунду. На юге области, в Переславле-Залесском, малооблачно до 23 тепла. Ночью до плюс 13. В Тутаеве переменная облачность без осадков. 21-23 градуса выше нуля. Атмосферное давление в норме. Над Угличем ожидается безоблачное небо. Днем до плюс 23. Ночью до 15. Также солнечный в Ростове-Великом. До 22 тепла. Влажность воздуха до 70%. И, наконец, о погоде в областном центре. В Ярославле малооблачно, без осадков. Днем до 23 тепла. Атмосферное давление в норме. На этом о погоде все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова